Веспорта со славной историей, в котором до вершины доходят только самые крепкие. Тяжелая атлетика в центре нашего внимания. Бобруйская земля, которая взрастила несколько десятков богатырей, ежегодно принимает соревнования самого высокого уровня. На этот раз чемпионат Беларуси прошел среди юниоров и юниорок 2000-2001 годов рождения. К нам приехали порядка 160 юных спортсменов со всей областей страны и Минска. Первым место стало финальным перед планетарным форумом. Его весной примет столица Румынии. По результатам которого будет сформирована команда. Она и защитит цвета государственного флага. Дальше поставлено как руководством федерации, так и главными тренерами. И главный тренер по мужской команде. Естественно, это наша команда в тройку попасть. С первого по третье место. А так медали, естественно, будет, ну, как минимум, четыре призера чемпионата мира будет. Галина Головнева – представитель Бобруйской школы тяжелой атлетики. Пять лет назад, увидев штангу, девушка решила бросить вызов самой себе. К своим 17 она уже выполнила разряд мастера спорта. Задача на эти старты – превзойти свои предыдущие результаты. В этот раз показать свои сильные качества не стало преградой даже простуда. Подготовка была очень тяжелой, так как я заболела перед соревнованиями. В понедельник только первая тренировка была почти за неделю. И сегодня, конечно, было тяжеловато, но я стараюсь. Организация соревнований очень хорошая. Все красиво, хорошо. Помост легкий. В тяжелой атлетике нужен постоянный контроль. Это не футбол. Дал мяч – бегайте. Когда работаешь железом, внимание тренера играет определяющую роль. Перестартом только он может настроить будущего чемпиона на победу над штангой. Перед выходом тут каждому индивидуально. Кого-то надо успокоить, кого-то надо, воборот, завести. Как говорится, задача тренера прежде всего не навредить. Здесь уже тренироваться некогда. Здесь все, что надо было, уже сделали на тренировках. Ну а здесь, чтобы реализовать то, что наработали, как говорится. Юные спортсмены показали высокие результаты. И это не может не радовать. Совсем скоро в Токио пройдут главные игры четырехлетия. Для многих наших прославленных богатырей эта Олимпиада станет последней. А значит, наше подрастающее поколение совсем скоро перехватит знамя тяжелой атлетики из рук старших товарищей. И подвести они не имеют права. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.